добрый день уважаемые дамы и господа вы слушаете радио народная волна на чистоте 1590 м на нашем веб-сайте radio nvc.com ну и конечно же мы приветствуем всех наших youtube зрителей но сейчас программа часа ивана денисова здравствуйте и здравствуйте сергей здравствуйте уважаемые слушатели прежде всего всех вас с прошедшими праздниками и днем труда из-за которого мы не встретились в прошлый понедельник будет уважительная причина ну и конечно рожка шана всех поздравляю спасибо спасибо прошлый раз у нас не хватило времени чтобы поговорить о том что происходит в южной америке а мы об этом сегодня обязательно поговорим но сначала начнем на соединенных штатов америки да у нас все таки стараемся мы делать первый блок про соединенные штаты и не будем изменять этому хотя когда доберемся до южной америке увидите что некоторые переклички так назовем присутствуют потому что то что происходит в америке действительно отзывается во всем мире а то что происходит в других странах но это часто повод для тех кто живет соединенных штатах смотреть и делать какие-то выводы и для себя тоже я благодарю полина волкова за помощь подготовки выпуска и сказал я уже про праздники но вот к сожалению да была и одна печальная дата конечно же это 20 лет после атаки террористов и все мы должны помнить откуда и кто эти террористы были и все мы должны помнить тех кто эту трагедию пытается упростить замолчать или сгладить происхождение повторяю тех кто это преступление совершил будь то люди левые или те кто себя вроде бы относит к правом но на самом деле помогает опять же антиамериканская истерики но все-таки мы поговорим не об этом дата печальная да но и так уже много было сказано напомню вам наш выпуск где-то конца мая начало июня где речь шла о том что вот события лета они во многом по укажут нам на то что собственно говоря из себя представляет байден и есть ли у него какая-то возможность действительно но одержать победы в политических баталиях мы видим что нет что лето стало чередой катастрофических событий для президента и они продолжаются и в общем-то в пору было бы даже этому порадоваться но проблема в том что все-таки президент великой страны и что его беды и неприятности в чем-то они может стране помогают но даже не сказал бы что стране все-таки оппозиция это уже на перспективу они помогут америке но вынесут в себе и огромный разрушить даже не потенциала собственно говоря уже эти разрушительные действия налицо но вот поэтому горячее лето жаркое лето байдена закончилась началась осень и пока она начинается весьма и весьма для него уныло потому что даже если мы с вами отвлечемся от безусловных кризисных моментов я имею ввиду прежде всего преступность и и кризис на границе и они как они тем более взаимосвязаны то мы увидим что байдена в общем-то разваливается действительно практически все но посудите сами вот вроде бы мелочь но на самом деле такие вещи это все-таки из таких мелочей складываются серьезные проблемы второй кандидат меньше чем за год и только те кого помню все-таки 2 больше не находил снята кандидатура в конгрессе мы помните ниру танденна предлагали для утверждения сенату на предмет того чтобы она возглавляла офис по бюджету и менеджменту но против нее учитывая заведомо левые взгляды была такая волна поднята республиканцами что ее к она сама попросила чтобы кандидатуру сняли хотя при байдане она естественно осталась его советница летом байден попытался его администрацию провести на пост главы бюро по алкоголю табаку и огнестрельным оружию взрывчатки то что великий стены он называл говорил что это название не для правительственного бюро описание образа жизни но вот туда пытался назначить дэвида чипмана который когда-то в этом агентстве сам работал но в принципе это человек абсолютно мало того что левый но еще и человек который оружие ненавидят по моему всей своей душой и хотя говорят что у него самого вроде есть оружие но как-то это на него положительно не повлиял и принципе на здоровье свободная страна любишь оружие или ненавидишь это как бы целиком полностью твои дел но чипмант этого и не скрывает повторяю требовал он вообще во время этих локдаунов и всего подобного закрытия оружейных магазинов как таковые запретов и ограничений на пресловутые штурмовые винтовки и так далее и ставить столь предвзятого гражданина на ответственный пост но это как минимум неразумно с политической с моральной да с какой угодно стороны и тоже в конце концов его кандидатуру сняли но естественно сообщение белого дома изобиловала там выпадами в адрес республиканцев но сам по себе тот факт что если кандидатура снимается человека на серьезный пост и в сенате где ну небольшое но все-таки номинальное преимущество демократов имеется то это указывает на то что действительно поддержки даже среди демократов байдена в сенате не хватает и он это прекрасно если не он то его окружение что понимает байден понять довольно самому нам самим узнать довольно тяжело но если имея свое преимущество в сенате снимают кандидатуру своего же ставленника это показатель очень серьезного кризиса в отношениях администрации и однопартийцев в сенате более того мы видим и слышим что активизировались и противники этого ужасного и огромного законопроекта на миль на триллионы долларов по затратам и они представьте себе тоже есть демпартии меньшин все тот же самый уже заговорил о том что три с половиной триллиона это много поэтому нужно там снизить снижать до полутора а более того палате представителей стефани мёрфи конгресс ума над флорида которая к тому же возглавляет но нас когда-то он считался консервовать когда-то считался от фракции консервативной сейчас она скорее такая центристка лево центристка блюдо колишен демократы условно говоря не настолько помешаны так вот даже она тоже уже говорит о том что не будет голосовать за вот все эти гигантские затраты пока не увидит четкого текста что и как и что в общем ей все это не особенно нравится и я не буду вам конечно же говорить что мы имеем дело с такой же оформившийся пятой колонной против байдена в конгрессе но то что подобные вот выпады происходят и при этом происходит от людей ну довольно таки серьезно все-таки глава фракции как мёрфи или человека над которого вообще многое зависит от и меньше над серьезно мы конечно не знаем как они проголосуют результате велика вероятность что в последний момент партийная дисциплина возьмет верх но сам факт показатель далее мы с вами видим что верховный суд но в общем-то тоже байдену не очень-то помогает хотя он не должен конечно же помогать поэтому опять как как принимаются решения которые не нравятся всплывают разговоры о том что надо увеличивать и так далее и тому подобное то что мы с вами уже не раз слышали но и вот то что верховный суд поддержал техасские закон об абортах это тоже конечно же удар по повестке дня если не байдена то современных демократов вообще и хотя многие я вижу полагают что республиканцы уж слишком уперлись на теме абортов но я не думаю что здесь стоит подыгрывать демократам и раз уж республиканцы себя позиционирует и консерваторы так или иначе пролайферским пролайферским движением пролайферской партии и что важнее собственно говоря почему например я поддерживаю подобные законы про их законы и выступая против отмена вот этого пресловутого рова против вейда что на самом деле речь идет не столько о запрете абортов как нас пугают о том чтобы эти решения они были возвращены штатам потому что решение 73 года но она абсолютно надуманная в конституции ничего про аборты нет и 14 поправка совсем про другое и поэтому пытаться ее привлечь это довольно таки было плохой идеей как минимум поэтому на сегодняшний день если бы от этого решения избавились то ну где-то бы в каких-то штатах до принимались бы законы подобные техасскому но люди проголосовали за таких законодателей в своем штате где-то уверен принимались бы совсем противоположные законы в демократических штатах и опять же люди бы за это голосовать то есть позиция какая республиканцев и консерваторов нацеленная на отмену роу против вейда она мной вполне разделяется на местах там уже да надо разбираться что и как но верховный суд я считаю поступил правильно и в этой связи конечно же байден ухватился за спасительный казалось бы спасательный круг как угодно его называется спасительный не знаю что это борьба с к видом ну к вид это вообще конечно уникальное явление потому что к вид имеет удивительную способность от него консервативные лидеры страдают или почему-то левеют о чем мы сегодня еще наверное поговорим а вот левые либералы как ты все сходит с рук чтобы они не делали и пока практически любое их действие встречается на ура но вот штука в том что и байден который якобы выйдя из бункера должен был победить к вид за 100 дней кажется ну вот как ты не победил и вирус ты никуда не делся хотя я продолжаю считать что конечно же никакие меры они и не помогут с ним бороться но байден опять решил эту тему эксплуатировать и если огромные траты денег которые с одной стороны у него уже так явно легко не пройдут то соответственно объявлено о принудительной вакцинации я не буду сотый раз повторять свое отношение к этому что это должно быть абсолютно на проблемой человека и врача и желательно даже ни одного врача нескольких всегда лучше получать второе мнение то и третье в вопросах здоровья но что самое главное хотя советники байдена подали эту самую идею принудительной вакцинации не столько даже как указ президента сколько как такое новое правительственное регулирование регулирование как через управление по охране труда но штука в том что если суды будут разбирать вот это вот вот это вот это вот решение президента с точки зрения конституции то вообще-то она никак не оправдана и многие эксперты уже на это указывают по той простой причине что агентство должны так или иначе контролироваться конгрессом а конгресс не имеет права заниматься вопросами здоровья вот не имеет и все по конституции власти на местах до имеют конгресс нет и в такой ситуации как то что вознегодовали губернаторы хотя не в таком количестве от не бы хотелось это очень очень правильный показатель потому что еще раз повторяю делать этого нельзя в принципе такие решения не может принимать центр ну никак это нарушение всего чего только может быть более того заметьте даже казалось бы незыблемая оплот демократов профсоюзы многие из них стали выступать против вот этой принудительной вакцинации и ладно профсоюзы полицейских там понятно что и как еще там еще есть адекватные люди а вот профсоюзы учителей которые казалось бы уже совсем с ума сошли тем не менее вижу что и они недовольны вот этим самым решением своего казалось бы любимого президента так что когда президент сталкивается с противодействием конгресса в том числе своей партии судов возможно штатов и ничего не известно во что конфликт с принудительной вакцинации выльется и профсоюзов то дела президента прямо скажем не очень если мы посмотрим с вами на международную арену используя это клише то увидим здесь другой момент нам четыре года рассказывали какой трамп плохой как он ссорится с союзниками тем не менее мы видели отношения трампа с израильским премьером и укрепление отношений с израиля с ближневосточными арабскими государствами либеральная австралийская пресса стоналось что премьер моррисон делает ставку на трамп премьер индии моде был в хороших отношениях с президентом премьер абэ японский в общем с британии было более менее хотя британский истеблишмент трампа конечно и и не любил а вот пришел спаситель байден и что началось на австралийском телевидении открытым текстом говорят что не было хуже отношений у австралии соединенными штатами неизвестно за сколько лет японцы открыто уже видят говорят о том что японские власти нынешние уже сто раз он говорил тоже напомню они вообще не любят демократов либерально демократическая партия они уже все больше и больше озабочена тем как им решать вопросы с китаем с тайванем а американцы вот в это вот и не включены в этих будущие схемы на словах конечно они это не будут говорить но если следить за японской прессой англоязычной то вы можете там вполне такое обнаружить арабы глядя на то что творится в афганистане они тоже как-то уже не особенно стремятся видеть в штатах того но если не союзник это гарант безопасности потому что при трампе было понятно америка с израилем значит либо вы тоже с израилем либо извините вас там иран и прочее неприятность теперь же после выхода из афганистана арабы начинают думать надо ли им связываться с америка и вообще потому что арабам можно сколько угодно рассказывать про палестинское государство не существующие и да им это может нравиться но в реальности они предпочтут связываться не с тем кто им рассказывать про палестинское государство кто дает какие-то гарантии стабильность об этом конечно же их не дает даже близко то есть и на ближнем востоке положение тоже не радостно индия которая тоже столкнулась с тем что конфликт с пакистаном теперь может перейти на новую стадию так как талибан и пакистан могут индии наделать сколько угодно гадостей они тоже озабочены сейчас не дружбы соединенными штатами а поиском каких-то контактов с тем же талибаном что в общем тоже не очень хорошо естественно то есть получается ситуацию что все реально сильные союзники они либо не доверяют нынешние власти в соединенных штатах либо откровенно идут на контакты с врагами этой власти что конечно же ничего хорошего миру не даст и как-то отмахиваться и говорит ну и пускай на здоровье нам без них хорошо но это сейчас может сработать а потом окажется что за это придется платить так или иначе или терактами или нарушением баланса сил в регионе или еще черт знает чем но я не удержусь завершая этот сегмент и и и помянуть свою любимую северную ирландию хотя они разговор у нас через неделю будет очередной руд дадлевер ирландская кстати писательница но который очень симпатизирует юнионистом ольстерским она просто с одной из своих последних статей назвала что следующий как внешнеполитической катастрофой байдена будет северная ирландия потому что демократы и байден в частности они очень озабочены поддержки ирландии но республиканцев там тоже к сожалению не все гладко но сейчас не о них разговор и то что байден так одержима вот этим вот северо-ирландским протоколом который раздирает соединенное королевство и оставляет северную ирландию в плену евросоюза по итогам брексита это тоже может привести к очень очень нехорошим последствиям потому что северной ирландии как вы уже поняли по моим рассказом там ребята горячие и они могут опять вспомнить то чем они занимались 60 и 70 и сейчас иногда занимаются годы и перейти к к вооруженной борьбе чего мне конечно не хотелось да и всем нам но байден своей поддержкой вот этой позиции евросоюза и отчуждением своего союзника британского королевства он на ситуацию в ирландии в северной ирландии только ухудшает и даже хотя дэвид тримбл известный северо-ирландский политик который как нобелевский лауреат я понимаю что нобелевский лауреат для нас с вами это не очень хороший показатель но для либералов критерий да но тримбл даже он сейчас состоит в консервативной партии и нобелевский лауреат он именно за то самое белфасское соглашение которое как ты на время урегулировала конфликт северной ирландии так вот он обратился к байдену с письмом что уважаемый президент не то вы делаете но вот представьте себе хотя что представлять это как раз ожидаемо администрация байдена на письмо нобелевского лауреата и в общем-то авторитетного политика и даже бывшего главы северной ирландии тримбла ну вот не отреагировала никак и союзниками а и лично тримбл и британии и северной ирландии это конечно же так не обходится я уже вижу что в северной ирландии среди юнионистов байден но это пожалуй самый ненавидимый президент чуть ли не за всю историю чуть ли не само его имя чуть ли не оскорбление и это не очень хорошо сами понимаете союзниками так не обращаются можно сколько угодно говорить что америке союзники не нужны мы сами справимся но увы требования такие что пока есть враги в америке они к сожалению есть союзниками надо контакт устанавливать а байден этого не делает совсем и если естественно приоритет у его администрации это борьба с глобальным потеплением и с ужасными белыми супремасистами а никак не с левыми с низ китаем ираном мы его знаете весь славный список кремлем и так далее то да тогда до союзников байдену большого дела нет но в целом повторяю ситуацию она действительно безрадостная но насколько она будет безрадостной для всех нас или только для нынешней администрации но на этом мы с вами будем смотреть но пока такого кризиса во всем как при байдене я наверно со времен картера не было даже при обаме но такого безобразия я лично не припомню при картере тоже с трудом но вот такое впечатление что байден решил обойти всех плохих президентов здесь умолк но если сергей что добавить с удовольствием передам слов я пожалуй воздержусь поскольку наблюдал за тем как открывается слушание секретаря блинкина сада из opening statement выступил крипс по моему председатель комитета теперь макалов выступает в общем интересное слушание значит похоже что демократы будут опять из катастрофы произошедшего в афганистане делать некую картинку такую радостную и как достижение нынешней администрации но республиканцы соответственно будут давать честную оценку тому что произошло поэтому я воздержусь от добавлений давайте мы сейчас сделаем небольшой перерыв буквально несколько минут через минутки 3 вернемся продолжим и если у наших радиослушателей будут вопросы по этой теме я думаю что вы сможете ответить возвращаемся в программу час ивана денисова телефон студии по-прежнему 847 4005 200 и давайте может быть попробуем принять звонки добрый день пожалуйста можно задать немножко по другой теме вот и на те недавно голосовали вот этот сумасшедший бюджетный закон на миллионы биллионы долларов так сказать и 17 или 19 республиканцев за него проголосовали вот у меня такое впечатление что это просто обвиняли в калужин в россии которого не было а это прямо настоящий калужин между демократическим и республиканскими стеблэшментом вот не кажется ли вам что эти люди должны быть переизбраны эти сенаторы демократы там и говорится можем бы только желать его не были призваны но они их демократическую сторону устраивают на нас они не устраивают им мне кажется что если даже не должны будут избираться через четыре года нужно не забывать потому что мы имеем такое свойство забывать что они натворили как вы считаете права или нет спасибо большое спасибо я сам полностью согласен это еще сенатор маккарте говорил что если вы видите что вашу но у него там свои были естественно приоритеты если вы видите что ваш сенатор там республиканец он или кто недостаточно борется с коммунизмом или противостоит коммунистической угрозе не за него и голосуйте против него избавляйтесь от него пусть побеждает другой да я понимаю есть возможность всегда лучше проголосовать за республиканцы чем за демократа но значит надо активизироваться на праймерис чтобы побеждали те кто реально будет противостоять демократам в сенате они объединят с ними тем более что публика там примерно одна и та же их уже вполне можно действительно запомнить я уж не буду их всех перечислять но вы так их всех знаете без меня ближе к выборам дам обратив им все стоит припомнить обратить внимание кто и как голосовал вот в эти дни не самые легкие добрый день пожалуйста вы думаете что демократов волнует низкий рейтинг байтона потому что у них в руках козырю виде название по почте доминиан машины судья республиканцы которые помогли байтону во время выборов прошлого года вы уверены в том что это их как-то волнует тому что у меня и я вижу все что все что у них находится в руках они делаются сразу что хотят но я только что вам рассказывал что не все так и да и вы это и без меня можете увидеть более того заметьте инициатива байдена в большинстве своем через конгресс и через суды не проходит но понимаете либо вы решаете для себя что они все победили и у них все и выборы все при все предсказываю предугаданы и так далее и вы просто ждете что они дают поправить всю жизнь а мы ничего не можем сделать ну можно так жить да но можно все-таки стараться как-то повлиять на ситуацию вам проще сделать вы там а я извне но еще раз говорю много печального много безрадостного но заметьте байтон свою программу пока полностью не реализовал и значит надежда всегда остается спасибо иван но теперь давайте перейдем к следующей теме южная америка атаки на конференцию да вот и хотел рассказать про боливию но проблема несколько расширилась ну да начнем узнать что подождите прежде чем иван я прошу прощения на его можно было алё давайте попробуем еще один звонок принять а потом перейдем к теме добрый день пожалуйста в эфире добрый день значит у меня такой вопрос это вы конечно знаете какие результаты аудита в штате аризона и когда начнут следующие штаты аудиты да честно скажу вам не знаю но то что я могу повторить все что наверно не понравится не ждите от этих результатов каких-то серьезных последствий байден никуда не денется по результатам этих аудитов все на что можно рассчитывать это на ужесточение законодательства в штатах что действительно важно но считать что будут опубликованы результаты аудиты байдена уберут и придет трамп я бы на вашем месте на это не рассчитывал абсолютно верно не 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 признает никогда выборы недействительными несмотря на то что они были сфальсифицированы все что вы абсолютно право все что может произойти что уже собственно происходит это более строгие законы которые усложняют процедуру фальсификации упрощают процедуру законного голосования это вот и явится результатом этих расследований ничего более спасибо иван извините что перебили да конечно да и так боливия когда-то там можно было найти таких лидеров как президент барьентос который напомню приказал ликвидировать че гевару хотя в товарищи в цру были не прочь его спасти но теперь увы с барьентосами не очень зато вы помните долгое время символом боливии был заведомый или вак моралис более того моралис он пытался остаться чуть ли не навечно в президентах и когда в девятнадцатом году да и суды кстати тоже были за него им позволяли продолжать оставаться на этом посту но когда стало выясняться что на под на выборах уже пошло и очевидное жульничество то моралис как и положено отважному героическому левому он сбежал хотя как вы увидите иногда стоит вовремя убегать но меня очень умиляет что вот как часто все вот герои левых быстро вас нас вострят лыжи более того вице-президент и глава местного парламента они тоже спешно ушли в отставку и в результате единственным человеком который нашлось смелость взять власть на тот момент это же они на с которая тоже занимал один из ведущих постов в парламенте они из представляла более правую партию и придя к власти она стала пытаться вернуть боливию но если не к временам там варианты своему подобных то по крайней мере ориентироваться на другие страны так как напомню в южной америке на сегодняшний день на самом деле довольно ощутимое преимущество правых лидеров то есть колумбия эквадора чили уруга уругвай парагвай бразилия они в основном представлены правыми и достаточно агрессивно настроенными к социализму лидерами так или иначе и аньеса она попыталась вот к ним присоединиться начались попытки приватизации так как моралис там много там был при не было конечно же это национализация повсеместно они стала отправлять из боливии кубинских врачей которые на самом деле сами понимаете не совсем врачи так мягко говоря она стала ограничивать контакты с ираном из никарагуа тоже понимаете такой источник всякой левой гадости по некоторым данным хотя вот об этом мало пишут но находил ей такое и с китаем тоже стала ограничивать контакты но так как левая сила естественно не унимались то а аньес дала приказ армии вести максимально строго себя вести в отношении погромщиков демонстрантов так далее что привело к тому что действительно в ряде мест дело дошло до столкновения армии сторонников моралиса из с жертвами что там произошло как это всегда бывает я чувствую мы никогда не узнаем я вполне допускаю что представители армии в полиции они вынуждены были сами отстреливаться и были спровоцированы но как бы то ни было жертвы и и на тот момент то это еще так не афишировалась но дальше сами понимаете пошли там всякие к видные страсти и так далее и они тоже пыталась с ним как-то совладать потом она объявила о новых выборах и при этом сама в них участвовать отказал и победил арс который такой мини моралис тот сразу вернулся естественно и вот тут началось самое главное а именно аньес наверное тоже следовало бы сбежать я понимать не очень красиво звучит но иногда это разумно вот тот же моралис лихо сбежал вернулся нормально а но они сказали женщины патриотичные женщины смелой поэтому она в стране осталось а вот левое естественно и все припомнили и и и сразу нескольких представителей и кабинета в марте месяца арестовали потому что якобы они устроили гражданам государственный переворот хотя я напомню что в такой ситуации в которой оказалась жанин аньес она практически спасла боливию от полного хаоса взяв на себя функции власть и если бы не разбегались вице-президент и главы парламента который как раз тоже так иначе относились к левым силам то до этого бы не дошло но как бы то ни было ей были предъявлены все эти обвинения и как-то на это мало кто обращал внимание до поры до времени но летом вот в конце самом опять аньес попала на первые полосы газет потому что ей предъявили обвинение ни много ни мало как в геноциде это сами понимаете очень серьезное обвинение и после этого она попыталась покончить с собой что тоже серьезно пока она ее спасли она и даже стали левые стали писать сначала что она пыталась покончить собой как обычно в своем духе а потом появилась такая мерзейшая формулировка что она нанесла себе ранение ну то есть да вот нечего было делать женщина решил нанести себе ранение ни с того ни сего но вообще это показатели очень серьезный потому что мы с вами видим что все мы конечно же да за за демократию и за то чтобы даже не за демократию еще бернхам говорил что часто когда мы говорим демократия мы имеем ввиду конституционное правительство вот мы с вами за него но когда левые так себя ведут то невольно начинаешь думать что наверное примеры генерала пиночета с которым мне лично гораздо приятнее ассоциировать 11 сентября чем с нью-йоркской трагедии или некоторых других ему подобных лидеров он увы в ряде случаев бывает оправдан потому что если бы они с действовала как генерал пиночет и действительно бы взялась за установление правый пусть даже и диктатуры то наверное и боливии было бы лучше потому что я вам описал ее реформы они явно указывали на то что боливия бы стала совершенствоваться но опять же если бы не корид пресловутый и левых бы это сильно напугало что не стоит связываться с такими женщинами конец и подав теперь же вот эти вот меры которые да были суровые жестокие но оказались недостаточными они как видите обернулись против нее и они используются и боливийскими властями я уверен будут использоваться в ряде других стран как способ репрессии против каких угодно права и мы с вами это видим везде что правых сразу записывать в террористы и обвиняют в чем угодно и премьера нес он например они с должен всем общем то вам у всех у вас оставаться перед глазами я ни в коей мере не желаю увязываться ваши отношения с сенаторами и конгрессменами и сами понимаете как представить у другой страны но вот рискну все-таки вам посоветовать чтобы вы к те кто в чикаго ли в штате ли за пределами слушает и смотрит нас сейчас но напишите вот здесь я считаю все-таки стоит сделать своим конгрессменам сенатором вне зависимости от их партийной принадлежности пусть поинтересуется что там вообще вас аниесты делают и пусть за нее заступится она я повторяю того заслуживает она у нее был потенциал стать серьезным союзником соединенных штатов и бросать ее в такой ситуации я считаю это ну как минимум не по-джентльменски хотя да тут в политике неважно женщина или мужчина но это и не очень хорошо потому что она старалась сделать для боливии очень и очень много но глядя на то что происходит в боливии активизировался наши старые знакомые болсонару болсонару это объект всеобщей ненависти как вы сами понимаете и на самом деле после ликвидации я имею ввиду политической временной так скажем трампа ну с поста президента а болсонару и ухода не таньяху как к нему не относились болсонару остается едва ли не главным действительно правым лидером потому что джонсон скурвился да и никогда он не претендовал ни на что похоже и других столь же подобных лидеров мы не видим но и естественно опять пресловутый к вид и все остальное болсонару там чуть ли не воплощение дьявола и кого угодно на земле из-за того что недостаточно там боролся и требовал принудительных каких-то вакцинации и тому подобных вещей и вот взялись из-за него болсонару человек умный хитрый он что-то понимает что и как то что он экономику пусть не окончательно исправил после кризиса четырнадцатого года но по крайней мере при нем первые годы наметилась ее улучшение и при нем действительно резко упал уровень преступности потому что он ужесточил борьбу с ней это ему конечно никто не припоминает все припоминают что он вот себя неправильно ведется против борьбе с к видом что он враг что он тоже плохое говорил про грету тунберг и так далее так вот болсонару глядя на происходящее в соединенных штатах и в боли прекрасно понимать что на следующих выборах ему придется очень и очень нелегко более того он в открытую стал говорить о том что и когда он побеждал на выборах то там были вполне себе определенные манипуляции с голосованием которые не дали ему победить сразу из по тем перевесом который у него был и что на будущий год все идет к тому что вот это вот система электронного голосования хорошо вам да и нам кстати говоря уже теперь знакома и они будут ориентированы на то чтобы от него от болсонару избавиться и поэтому он требует чтобы вот каждому электронному голосованию обязательно при лове ну или вообще от него по мере сил избавляться или чтобы каждому электронному голосованию обязательно прилагалась распечатка то есть какой-то бумажный документ который бы подтверждал за ну заверенный так далее что действительно вот голосование было именно таки сразу же местный верховный суд и прочие суды заговорили о том что болсонару клевещет на систему выборов и я вам и вас предупреждал что мы увидим много в нашем сегодняшнем выпуске вот в этой части параллели соединенными штатами что все что делает болсонару это нацелена на то чтобы подорвать веру граждан бразилии выборы что он распространяет фейк-ньюс пресловутые что поэтому надо против него вести расследование возможно даже импичмент ему объявлять хотя за импичменты вряд ли все таки дойдет но то что суды активизировались в борьбе болсонару это факт болсонару провел прошлые выходные как раз ряд демонстрации на которых он выступал и которых писали стиснув зубы что вот мол даса собрались там фанаты как его как его называют ультра права президента но успешно в эти выходные были организованы и протесты против болсонар о них вы можете прочесть везде более того замечательный вообще пример того как работают поисковые системы если вы я сам проверял ну ему вы можете проверить если вы напишите там жаир болсонару про или про болсонару протест то вам первыми ответами выбросит не данные о тех демонстрациях которые проводились в поддержку болсонар а тех демонстрациях которые проводились против него и где-то там на третьей четвертой новости только вы найдете вот рассказы о том что было неделю назад они конечно могут ссылаться что и там сортировка идет по актуальности но вообще перепутать про болсонару и анти болсонару это надо постараться тут я думаю одной оперативностью не спрячешься и здесь вы видите что действительно вот эти вот круги по воде которые расходятся от америки они себя оправдывают снова и снова когда шестнадцатом году пришел трамп то это вызвало ряд по такой правый поворот во всем мире и победа болсонару и джонсона того же и появление даже не появление укрепления ряда правых партий в европе в девятнадцатом году я напомню в декабре месяце вообще все указывало на то что левые по опросам на самом низшем своем уровне с второй мировой войны но вот к вид я не буду мне про какие теории загоров рассказывать но то что он стал очень хорошим орудием в руках сторонников бюрократии большого правительства это безусловно и теперь мы с вами видим что вот манипулирует то что у левых идей то нету и они это нам показали своим этим провалом 16 19 годов но к вид их действительно спас и теперь они могут с его помощью делать все что угодно и вот менять систему голосования и опять мы видим это америке это расходится попытки избавиться от заведомо правых лидеров поэтому джонсон уже вообще не отличим от либористов а в чем-то хуже их японские лидеры где суга еще который как раз прошлого сегодня пришел класть пример он еще изо всех сил пытался год противостоять тому давлению и сохранить свободы которые на записано в японской конституции но вот сейчас он тоже уходит и те кто приходит ему на смену даже вроде бы более-менее адекватные люди они как-нибудь тоже поговорим но вот все более и более активно звучит разговор о том что надо конституцию менять чтобы была возможность локдауна и так далее и далее то есть действительно естественный левый поворот его нельзя организовать было вот использовали эпидемию тут не конспирология но это действительно так ничего не могу с этим подел и как вот сейчас сегодня кстати говоря через неделю в канаде и в ноябре в японии будут выборы которые очень многое тоже определят потому что как как себя покажут норвежские правые партии прежде всего партия прогресса поговорим об этом совсем скоро что там в канаде где реально победа консерваторов она правда там по цифрам было они победили на последних выборах просто не в тех местах где надо там тоже по территориальному признаку к там зависть кто больше голосов наберет они по общему количеству и вот потом посмотрим что будет в японии так что тут отобьются право или нет или этот условно лево либеральный пока нет пока не лево радикальный но это увы все на очереди поворот он серьезный либо ему еще можно противостоять мы с вами посмотрим ну и конечно самое главное потому что такие говорил нас вся политическая жизнь все-таки исходит из америки это что собственно говоря эта неделя даст нам в калифорнии вот это вот действительно важно поэтому вот такие вот события как видите бурная и я так уже если ничего конечно за сверхъестественное за неделю не произойдет то вот я и проанонсирую что в следующий понедельник обязательно про калифорнию поговорим наверное про норвегию ну и посмотрим что там на расклад сил в канаде заодно ну и плюс еще ждет нас очередное очередная кольстерская глава так что как видите планов много событий много но обо всем постараюсь вам рассказать а если будут еще какие-то сверхъестественные события или просто они оперативные то из их тоже затронем но здесь я наверно умолкаю если сергей что-то еще добавит то с удовольствием передам слово да мы действительно ждем что произойдет в ближайшую неделю и в частности в калифорнии это очень интересно и важно трудно переоценить последствия этих выборов в случае если они пройдут законно без фальсификации хотя уже огромное количество бюллетеней поступили по почте то есть секретарь остыть разослали всем бюллетени без без разбора как воспользуются этим демократы не знаю скорее всего так же как всегда и несмотря на такой массовый заезд в калифорнию включая зиц председателя в последний день я думаю что что навряд ли его присутствие я имею ввиду зиц председателя каким-то образом повлияет на настроение калифорний суб потому что на лейбор день цены на бензин в калифорнии превышали 5 долларов почти 6 долларов стоил бензин заодно это они должны убрать своего смазливого нюсом а ну посмотрим посмотрим еще и ваше мнение в связи с годовщиной трагедии 11 сентября две трагедии произошло одна 20 лет назад другая 9 лет назад когда обамка с клинтон пытались скрыть свои криминальные делишки позволили убить спасла стивенса джордж w буш выступил и тоже сравнял так сказать террористов провел параллель такую террористов за пределами страны и внутренних террористов на последнее время мы все чаще слышим что все кто поддерживает республиканцев или поддерживал трампа это все уже нас всех называют террористами и буш вот высказался он не назвал конкретно каких террористов он имеет ввиду но я подозреваю что он имел ввиду тех кто поддерживает трампа да ну тут знаете я все те восемь лет что мне больше так лично особенно не был симпатичный консерватором я вообще не считаю но он казался по крайней мере более-менее приличным человеком и поряд причин поэтому я за него исправно заступался но конечно то во что он превратился за последние годы но это знаете удручающее как того жизнерадостного ковбоя которому хотелось симпатизировать в независимости от личных взглядов и до которого нападала кстати левая пресса так же как и на трампа порой еще больше у него не осталось вот остался такой невнятный какой-то уже не молодой человек который несет увы ахинею ясно спасибо огромное иван и до встречи в следующий раз да спасибо вам до встречи